Десногорск Знание дополнительного иностранного языка давно является обязательной частью образования современного человека. С число самых распространенных входит немецкий. На нем говорят более 110 миллионов человек по всему миру. В Десногорске этому объективно непростому предмету школьников обучает Любовь Карпова. С 1982 года она преподает в школе номер один Десногорска. Некоторые ее ученики так увлеклись предметом, что продолжили изучение языков и дальше в высших учебных заведениях. Такая успешная многолетняя практика преподавания была оценена на высшем уровне. 26 марта в Смоленске Любовь Карпова была награждена благодарственным письмом от имени президента России Владимира Путина. В узком кругу десногорских коллег это событие отметили несколькими днями позже. Я не понимаю, потому что... Аплодисменты. Было, конечно, очень торжественно, когда мне вручали это благодарственное письмо. Я побывала впервые в администрации Смоленской области, впервые близко увидела Островского. Любовь Карпова стала первым школьным преподавателем из Десногорска, удостойным такой награды. Всего же на мероприятии в Смоленске благодарности получили два учителя. Любовь Михайловна надеется, что подобные поощрения будут получаться чаще, ведь на Смоленщине и, в частности, в Десногорске немало талантливых педагогов. Оркестр шумовых нетрадиционных инструментов. Новшество детского сада Мишутка с этого года. В форме игры дети изучают ритм при помощи самых неожиданных предметов. Музыкальным инструментом уже усперестать орехи, бумага и другие подручные предметы. У детей появился и опыт публичных выступлений. В детском саду организован шумовой оркестр. Мне нравится играть на шуршунчике и на чайлофоне. Сделаем своими руками. А мы всей семьей сделали такой балабан. Из веделка и шарика. Такими простейшими предметами дети изучают, что такое ритм, тембр, развивают слух и память. Это еще и становится первыми шагами в творческом направлении и не обязательно музыкальном. Такую методику преподавания также оценили родители и воспитатели. Ранее детский сад заявил этот проект на всероссийский конкурс, где занял первое место. Дети, которые очень замкнутые, стеснительные, играя в оркестре, они раскрепощаются, раскрываются с разных сторон, становятся более коммуникабельными и могут выступать перед большим количеством людей. Они участвуют активно в разных видах деятельности. Даже если творчество останется для ребенка просто развлечением, такие уроки, как минимум, дадут дополнительные навыки и знания при подготовке к школе. В конце выпуска о погоде. 2 апреля в Десногорске небольшой дождь. Днем температура составит плюс 8, ночью около плюс 2. На сегодня выпуск завершен. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин